Держать! Не отпускать! Стоп! Вы же были! Всё! Давай! Ну-ка, какая мы получились? Раз, два, три, три! Ой! Без фанатизма обнимайте его! Её! Почему её? Он! А вы что, за заболевали? Да, чтобы было классно! Находится такой симпатичный кубок, на котором написано 60+, на котором написано Сургут, ну и, конечно же, в Северном фонде Капироды. Что это такое? Более подробно об этом. Ну и что для вас является акцией ЧАДЗМИ? Я хочу сказать, что... Да, микрофон, микрофон. Я хочу сказать, что... Я считаю, эта акция настолько важной, что готова опоздать даже на работу, тоже сегодня на эфирный день, прийти и высказать своё мнение по поводу этого замечательного проекта. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но вчера умер последний белый северный носорог. Всё. Их больше на Земле нет. И фонд Дикой природы занимается тем, чтобы мы, все люди Земли, вот эти земляры, которые населяют эту Землю, могли вообще-то видеть те виды животных, которые когда-то здесь жили. И для меня это большая личная трагедия, что больше большого северного белого носорога на планете Земля не существует. В этом году, и это очень хорошо, акция «Час Земли» проводится второй раз, а значит будет третий, четвёртый, пятый, шестой. Победитель 2017 года, как правильно сказали, это Сургут. В номинациях были ещё «Тамбов» и «Мумаск». Итоги будут подведены 29 марта. И все понимают, что награду вот этот замечательный кубок, очень красивый, наша планета, такая маленькая, которая окружена таким зелёным защитным щитом. А вот этот зелёный защитный щит – это на самом деле наши с вами добрые дела. Потому что слова – это не действие. Мысли – это не действие. Только дела – это действие. И вот этот зелёный квадок – это и есть наши действия, которыми мы можем помочь планете Земля, а на самом деле нам с вами. Потому что если нам с вами нечем будет дышать, если нас будут травить вот этими выхлопами мусорных свалок, как было Каламске, ну, извините, тогда мы все просто раньше времени не 60 плюс будет, а будет 30 плюс. И нас просто не будет всех на планете Земля. Так вот, как внести свой вклад в этот замечательный час Земли? Это очень просто. Надо отметить участие на карте акций. Есть интернет-адрес на сайте нашего замечательного фонда, который возглавляет очень уважаемый председатель. Надо предложить друзьям и всем знакомым сделать то же самое. То есть это такое прекрасное сарафанное радио, когда вы всего лишь одним звонком или сообщением можете сделать доброе дело. Это очень легко и приятно. и завести сообщество в соцсетях рассказать об этом конкурсе всем жизням. Вот я, например, в своем инстаграме сегодня выложу фотографию с пандой. Я бы хотела поцеловаться с настоящей пандой. Но это очень сложно, потому что каждая панда на счет. Их выдают иногда в аренду зоопаркам и, конечно же, людей и правильно к этим пандам не подпускают, потому что может быть все что угодно. Вот. Поэтому я целовалась только с артисткой в костюме панды. И вы понимаете, вот это то, к чему мы сейчас пришли, не замечая проблемы природы. Так вот. При подведении итогов будет учитываться соотношение числа отметок на карте, о которой я сказала на карте, и численности жителей города. То есть все зависит от вашей активности. Я призываю вас всем сделать в своих городах отметки на этой карте и посоревноваться, посмотреть, какой же город действительно мечтает жить в чистой вообще среде, когда нас окружает огромное количество неубитых животных, леопардов, гепардов, львов и прочих исчезающих видов. И город-победитель, там, где активные жители будут выбраны в столице часа земли, получат вот этот замечательный специальный кукл. Мне кажется, тут очень подсчетное название. Это, наверное, для меня вот одна из самых важных наград. Спасибо большое. Правильно я понимаю, что... Вам вопрос уточняющий. Какое количество достопримечательностей в этом году примет участие в акции? Может их будет больше, чем в прошлом году? И тоже второй вопрос. Куда вы советуете... Что вы советуете делать сейчас за земли? Все-таки оставаться дома или выходить на Красную площадь? В частности, Москва 24, что вы можете... Знаете, Москва 24, конечно, будет акцию поддерживать, как традиционно уже каждый год происходит. Здесь вот нет предела для совершенства. Все-таки она уникальна акция именно в том, что можно пройти в угонах. Даже когда находишься в угоне метро, куда-то перемещаешься. Важно, прежде всего, задуматься. Потом уже начать действовать. И не важно, в какой обстановке она пройдет. Если есть желание, я думаю, что у нас всегда мороз был, всегда холодно, почему-то на час земли мысли. Игорь не даст соврать. Надеюсь, что только с тобой не повезет. В эту субботу будет более-менее тепло. Приезжайте в парк Зарядье. Всех желающих приглашаю. Очень большая площадка. Можно принять участие, если вы хотите какой-то активности. Если нет, вообще-то будет достаточно долго. Просто потушить свет, подумать о тем, что же ты можешь сделать полезным для природы. Подумать над какими-то планетарными проблемами, которые на самом деле это акция. Она как бы стимулирует осознание. Вот это самое главное. Вот так. А то, что присоединится к достопримечательности, если бы с прошлым годом, то это главный комплекс Империя, Башня Федерации, МФК Ока, МФК Город Столиц, Теркури Тауэр, Терцем Фимол Сити, Мотель Моску Сити, Башня Эволюция, Айку Квартал, Башня 2000, Башня Надежная. Вот, наверное, как раз те достопримечательности городские, которые будут в этом году, вернее, наоборот, выключиться под свет. Ну, университет тоже московский уже участвует несколько лет. Ну, все высотки стали. Существует просто не предупределяет, что был в курсе, в том, что и под свет к московскому Крыму отключается от решения администрации президента. Здесь все, на самом деле, очень важно. Еще раз напомню, что мы также отвечаем под сет. А, Антон Олегович, я не в коем случае, если можете оставаться у нас... Просто я напоминаю... Спасибо огромное, Антон Олегович. До встречи, Антон Олегович. Да, и у нас еще есть один вопрос, насколько я понимаю, да? Не успел я его задать, пока Антон Олег не ушел, но задам остальным коллегам. Да, дворян, компьютер, эксперт. Ну, собственно, говорят...